Добрый вечер! В эфире «Вести» Крачево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. 1 марта в понедельник в 17.15 на нашем телеканале состоится прямой эфир с главой Крачево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Звоните и задавайте свои вопросы по многоканальному телефону 8 800 300 39 91. Специалисты колл-центра принимают вопросы от жителей Крачево-Черкесии. Прямой эфир с главой Рашидом Тимрезовым смотрите на телеканалах «Россия-1», «РХС-24», «ОТР» и слушайте на радио России КЧР-ФМ. Звоните и задавайте свои вопросы. Госпиталь в Хабезе на базе центральной районной больницы переведен в резерв. В ближайшее время больница пройдет поэтапную дезинфекцию, после чего медучреждение сможет вернуться к плановой работе. Напомним, госпиталь начал работу 19 октября и за 4 месяца благополучно прошли лечение и были выписаны 920 пациентов. Хочется отметить, что в соответствии с приказом Минздрава Карачао-Черкесской республики в ковидный госпиталь к нам в основном шел поток больных из Урубского, Зеренчубского, Хабезского, Ногайского, Адгехабрского муниципальных районов. Однако, когда имелась необходимость в госпитализации больных из других районов, с Карачаевского района, с Малокарачаевского района, с города Черкеска, у нас лечились больные, то в зависимости от тяжести состояния больного, от необходимой помощи, больные направлялись в Министерство здравоохранения Карачао-Черкесской республики к нам на базу Хабезской центральной районной больницы. Отдельное спасибо хочется сказать организации работы Министерства здравоохранения Карачао-Черкесской республики в связи с тем, что все 920 больных поступали по согласованию, с пониманием того, что надо делать с каждым больным, какое лечение нужно каждому больному. И там, где больной требовал определенных видов лечения, например, гемодиализ или осмотр узких специалистов, таких как нейрохирург и так далее, они уже поступали в другие профильные госпиталя на базе городской больницы и на базе Черкесской республиканской больницы. Поэтому на сегодняшний день мы практически выписали всех больных. В Карачао-Черкесии работают мобильные пункты вакцинации. Волонтеры и медики на улицах Черкеска раздают буклеты с подробной информацией о вакцинации, а медики проводят индивидуальное консультирование для тех, кто желает привиться от коронавируса, но пока сомневается. Организаторы акции отмечают, что подобные мероприятия позволят донести до жителей региона необходимую информацию о вакцинации. Сейчас в Карачао-Черкесии полным ходом идет прививочная кампания. Сегодня очень важно иметь иммунитет от этой болезни, проходить вакцинацию. И наша задача разъяснить жителям о ее пользе по улучшению эпидемиологической ситуации в нашем регионе, отметили организаторы акции. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе нашей отечественной вакциной «Камка-Вид-Вак» или по-другому, как она называется, «Спутник Ви» или «Спутник 5». Поэтому я приглашаю всех желающих подойти к нашему автобусу и провакцинироваться. Говорить о пользе вакцинации даже не стоит, потому что, ну, сами знаете, что пережил весь мир и пережила наша страна за последний год. Мы не знаем, какое количество заболевших. Поэтому, чтобы у нас количество заболевших шло на убыль, нужно, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет. То есть 60-70% населения должны иметь иммунитет коронавирусной инфекцией. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 974 человека. Из них 17 214 выздоровели, 285 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2 в горах. До 9 градусов мороза, а днём 0 плюс 5. Местами до плюс 11. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днём 8-10 градусов тепла. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на всё. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В республике годовая инфляция за январь месяц уменьшилась. Об этом рассказал главный экономист экономического отдела отделения Национального банка Корчао-Черкесии. Но по всей России за этот период инфляция увеличилась на 5,2%. А в Северокавказском федеральном округе почти до 6,5%. Но при всём этом в нашей республике этот показатель самый низкий среди регионов СКФО. В связи с этим в отделении Банка России по Корчао-Черкесии проанализировали факторы, которые повлияли на замедление роста цен. Это касается помидоров и огурцов, выращенных в теплицах государственных мер по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло. Также замедлились темпы роста цен на апельсины и снизилась стоимость лимонов. Предпосылкой к этому послужило расширение предложения со стороны крупных торговых сетей. При этом подорожали яйца причинное ускорение темпов роста возросшие издержки производителей на содержание птиц. В Корчао-Черкесии стабилизировался спрос на медикаменты и бытовую химию. Ранее в период непростой эпидемической обстановки и закупок впрок он оставался на повышенном уровне. Положительную роль в сдерживании инфляции в республике также оказывала гибкая тарифная политика операторов сотовой связи, направленная на расширение абонентской базы. Кроме того, замедлился рост цен на ряд медицинских услуг. Вместе с тем ослабление рубля привело к увеличению цен на холодильники и газовые плиты. А возросшая популярность горнолыжных коротков республики в условиях ограничений на зарубежные поездки привела к росту стоимости услуг пассажирского транспорта. До весны несколько дней, но горнолыжный сезон на курортах продолжается. После схода лавины и устранения всех последствий снежной погоды, Домба вернулся в прежний режим работы и принимает туристов. Из Домба репортаж Аслана Гирюгова. После схода лавины 18 января работники администрации Домбая, жители курорта, туристы и сотрудники МЧС объединились в поисках пострадавших. Первая проблема, с которой они столкнулись, были погодные условия, осложнявшие работу. На сегодняшний день все функционирует в прежнем режиме и можно без сомнений приезжать в Домбай. Сначала было мало людей отдыхающих, но потом образовалось все, в принципе все начали приезжать, уже отдыхают. А вот когда лавина только сошла, с какими трудностями мы столкнулись в плане работы? В первую очередь погодные трудности были в поисках. То есть сначала местные жители сами искали, потом МЧС подошли, уже группа нашей, и еще старый поиск край. Всех напоили, накормили здесь, помогли, с чем смогли. Помимо этого, гостям курорта напоминают о мерах безопасности, которые нужно соблюдать в горах. Всегда нужно проверять экипировку и убедиться, что снаряжение соответствует вашему росту и весу. Заранее узнать о погоде и сразу запланировать свой маршрут. Также не стоит кататься на лыжах и сноуборде на незнакомых трассах и проходить обучение у квалифицированных инструкторов. Люди, которые приезжают на Домбай, которые новички, советую им сначала узнать и взять инструктора для обучения, чтобы самим не кататься, ну, самим тут опасно кататься, так как горы все-таки и никаких ограничений нет. Гости курорта отметили, что Домбай заряжает всех людей позитивной энергией, которая всегда держит людей в тонусе, благодаря которой отдых становится незабываемым. Настроение отличное. Недавно был инцидент, сход лавины, скорее всего, многих это пугает, но здесь присутствующие, я думаю, этого не ощущают, и я думаю, что все будет хорошо. Работа курорта, я вам оцениваю на оценку 5-5, потому что все подъемники, очередей больших нету, персонал на месте, все, если кто-то вдруг оступился, упал или что-то там отдыхает, в любом случае подъезжает свободный, освободившийся инструктор, спрашивает, как настроение, что случилось там. Нет, здесь вообще великолепно, отдых просто превзошел все наши ожидания. Мы приехали первый раз, вообще не катались никогда на бордах, и сегодня второй день, ну, это очень здорово. Да, очень круто, на самом деле, потрясающая атмосфера, всех готовы всегда помочь. Даже инструктора, которые не берут с нас денег, готовы всегда помочь, рассказать, что и как, что где. То есть трассы прикольные, очень крутые. Дамбай является гордостью Карачаева-Черкесии. О нем знать не только в нашей стране, но и за ее пределами. Каждый год его посещают тысячи туристов, для которых он дарит самые незабываемые воспоминания и эмоции. Аслан Гирюгов, Роберт Джугутонов, Вести Карачаева-Черкесия, Дамбай. Мастер постановки, раскрывающий красочный образ актера, в свой 70-летний юбилей отмечает режиссер Карачаевского театра Хамзат Урусов. В течение 10 лет работы он воплотил на сцене множество различных спектаклей. Также совсем недавно в честь его юбилея был представлен на соцзрителей спектакль на карачаевском языке директор Бани. О жизни и деятельности режиссера подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Он профессионал своего дела, который может подобрать актеров на постановку любого спектакля. Хамзат Урусов в 1973 году окончил Краснодарский институт культуры, отделение театральной режиссуры. После окончания вуза работал преподавателем Ставропольском культпросветучилище. Долгое время руководил молодежной актерской студией в Моздокском народном театре. В 1987 году окончил высшие режиссерские курсы в ГИТИСе. За время работы в Моздоке поставил около 40 спектаклей. Вот уже 10 лет он работает в Карачаевском театре, ставя прекрасные постановки. Урусов Хамзат у нас работает 10 лет. Им были поставлены 15 детских спектаклей и 5 взрослых спектаклей. Это «Электро» знаменитая с этим спектаклем. Мы поехали на гастроли впервые из Карачаево-Черкесии. На гастроли поехали и сыграли в столичном театре. Потом дороги Ходжуна-Средина. И вот сегодняшняя премьера, как бы в его честь, как режиссера-постановщика, директора Бани, он будет еще работать, порадует нашего зрителя своими спектаклями. Без участия Хамзата Урусова не проходит практически ни одно крупное культурное мероприятие, потому как он является заместителем начальника отдела культуры Черкеска. Многие актеры отмечают его талант и мастерство, позволяющие глубоко раскрыть сюжетную линию спектакля. Он умеет находить подход к каждому артисту. Особенно получается раскрывать мастерство начинающих свой путь в театральном творчестве. Заслуженный театр искусств свое дело очень хорошо знает. Даже вот сегодняшняя молодежь, фактически, он с ними работает. Он их воспитывает, как надо играть, как на сцене себя надо чувствовать. Он очень много спектаклей ставил. Самое главное, он знает свою работу. Хотелось бы поздравить нашего самого любимого, самого дорогого Хамзата Юнусовича Урусова с днем рождения. Пожелать его всего самого-самого наилучшего, здоровья. Самое главное, чтобы он дальше с настроением, силами учил нас дальше. Это вообще был первый учитель, с которым я вот начинала. Первый режиссер, с которым были первые шаги на сцене. Поэтому я очень сильно ему благодарна. За всю его поддержку, за веру в нас всех. Театр является моей жизнью, отмечает юбиляр. У Хамзата Урусова свой неповторимый, неординарный взгляд и подход к театральному искусству, отмечают коллеги по цеху. Ходите в театр, любите театр. Театр – это школа, жизненная школа. Все, что можно сказать о театре. А то, что ходят на наши спектакли, это, конечно же, заслуга актеров. Я люблю свою работу, конечно, очень, но больше всего я люблю своих актеров. Потому что актеры – это те, кто воплощают то, что я вижу, то, что я хочу сказать. У Хамзата Урусова много творческих планов и идей. В ближайшее время любители театра ждут новые интересные постановки. Али Халеб Шоков, Медина Джан Кезова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Невеста Камдива». Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Задайте свой вопрос главе республики.